Какой день Вы думаете, может ли по-настоящему взрослый человек обижаться? Обижается-то на самом деле ребенок или не до конца выросший взрослый. Это им кажется, что от них в этой жизни ничего не зависит. Вот и приходится обиду глотать. А когда этой обиды слишком много, становится совсем тяжело. В таком положении оказалась и Алена, которая однажды пришла ко мне на прием. Во время очередной встречи с друзьями семьи, Алена случайно подслушала слова мужа. Алена Корникова, 27 лет, дизайнер интерьеров. Слушай, вот мне просто интересно. Василий Корников, 28 лет, мастер по ремонту холодильных установок. Муж Алены. Я семейный человек, уже 5 лет. Я понял одну вещь, что семья – это могила для всех мужских удовольствий. Холостого все иначе. Интересно, а у тебя как? У тебя же должно быть совершенно по-другому. А, расскажи. А что, по-другому? Михаил Серебренников, 27 лет. Старший менеджер в торговом дворе. Друг семьи. Я же за юбками не бегаю, ты же знаешь. Не, ну, конечно, конечно. Я бы тоже не побежал от такой бабы, как Танька. Слушай, колись. Как у тебя с ней? Ну, Танюша отличная девушка. Хоть в бардер. Я тебе расскажу о моей Аленке. А ты у меня, Танька, идет? Слушай, Вась, давай остановимся. А что нет? Ну, еще чего мы все, я серьезно. А я тебе расскажу. Ленка моя в постели, это же просто вот, ну, бревно. Олежка, знаешь, ну-ка положишь ту подушку, так оно-то вот там тихо вырвало, проглежит. Слушай. Что, хорошо. Если так можно говорить, а вот, наверное, до чего? Чего? Да чего? Ты, между прочим, сам ее клеил до меня. А, я понял. Я понял. Ты потому и сбежал от нее, что она холодная. А ты чего здесь стоишь-то? Татьяна Шторова, 28 лет, визажист. Знакомые Алены и Михаила. Ребята же ведь уже скучают. Знаешь, что-то я сегодня нехорошо себя чувствую. Мальчишки, ну что, соскучились тут без нас? Да, конечно, Танюшка, садись. Я была так потрясена, что сказала всем, будто мне с работы позвонили, убежала из дома. А на самом деле надо было войти и просто надавать пощечину одному и другому. То есть, если я правильно поняла, вы даже не предполагали, что муж так о вас думает? Вы знаете, я пять лет замужем и все эти годы считала, что у нас с Василием счастливый брак. Что мы самая дружная семейная пара на свете. А теперь получается, что мой муж не считает меня женщиной. А по-вашему, проблема в чем-то другом? Да, все наоборот. Это он все время отказывается. Аленка, ну я так сегодня устал, что я ничего не хочу, только спать. Правда, только спать хочу. Ну, знаешь, ты вчера устал, и позавчера ты тоже устал. Все время только спать, да спать. Знаете, у нас были, то есть, у нас есть отношения в постели, как у всех супругов. Иногда нам бывает очень весело. Ну, знаете, Ален, потому что вы рассказываете, как-то очень трудно поверить, что ваша интимная жизнь такая уж безоблачная. Ну, там, наверное, вы правы. Что делать, я не понимаю. Что мне, прическу изменить? Но Василий меня видел всякую. Я и красивые платья носила, и в походы мы ходили. И на кухне у плиты он тоже меня видел. Ален, вы слышите, как вы говорите? У вас все в прошедшем времени получается. Отношения были, платья носила, в походы ходили. Вы что, действительно считаете, что достаточно один-два раза показаться мужу в красивом платье, и он такой будет помнить вас всю оставшуюся жизнь? Алена обдумала разговор с психологом. Но обида по-прежнему душила ее. Она злилась не только на мужа, но и на Михаила. Миша, привет. У меня к тебе важное дело. Ты не мог бы прямо сейчас прийти ко мне на одну минуту? Да, прямо сейчас. Хорошо? Тогда я буду ждать тебя в кафе возле нашего дома. Угу. Пока. Ну что случилось? Что-то серьезное? Не пугай меня. Что произошло? Я слышала про Полежка. Понятно. И хочу спросить у тебя, как ты, мой лучший друг, мог смеяться надо мной за моей спиной? Я не смеялся. Нет, смеялся! Вы оба ржали! Это все равно, что как если вы самый близкий, твой человек шлепнул тебя со всей силы лицом о стену. Вот что вы оба сделали. Успокойся, все было не так. Я не могу жить с этим. Я все время об этом думаю, ты понимаешь? Ну, Алена, ну прости, Алена. Я должна убедиться, так это или не так. Я не понимаю, ты обвиняешь нас с Васькой в чем-то, но, по-моему, ты должна обвинять только себя. Себя? Потому что я холодная. Помнишь, что было между нами? Помнишь, наш выпускной, как мы с тобой целовались всю ночь? Как гуляли по городу до самого рассвета? Через неделю меня забрали в армию, а когда я вернулся, ты уже была чужой женой. Я не понимаю, зачем ты мне все это говоришь теперь? За тем, что я не знаю никого более желаннее, чем ты. Более чувственной, красивой. Знаешь, по-моему, уж кому-кому, но только не тебе проверять свою сексуальность на других. Я мало понимаю, что ты сейчас говоришь. И все равно я тебя не простила. А я не просил тебя прощения. Ну вот и замечательно. Видеть тебя не хочу. Ни тебя, ни Ваську. Алена не ожидала таких слов от Михаила. Он никогда не говорил ей о том, что до сих пор помнит их единственную ночь. Им всем на меня просто наплевать. Всем это кому? Миши, Васи. Я разговаривала с Мишей. Теперь у меня ощущение, что я начала их сравнивать. Мишу и Васю. Я же понимаю, что я не должна мужа ни с кем сравнивать. Знаете, позавчера я бы сказала, что Михаил, он друг семьи. А теперь я поняла, что все это время он ходил к нам из-за меня. Я на него так разозлилась. Мама, родная, а почему же тут злиться-то? Я не знаю. Но я его больше не пущу к нам домой. Знаете, Алена, у меня какое-то ощущение, что для вас совсем не муж, а Михаил, главное действующее лицо этой истории. И обиделись вы, похоже, на него намного больше. И обсуждали эту свою обиду. Именно с ним не сможем. Но как обсуждать с мужем, если он будет смеяться надо мной и опять скажет, что я все не так поняла. Получается, раньше вы обижались на Михаила за то, что он вроде как над вами смеялся. Теперь обижаетесь за то, что он вас любит. Да, но я не понимаю, зачем он начал этот разговор. Я же не собираюсь становиться его любовницей. По-моему, это очевидно. Нужен только мой муж. Я с ним пять лет делила горе и радости. У нас семья, я хочу ее сохранить. Интересная у вас семья, Ален. Внимание муж на вас не обращает. Только смеется. Жаловаться вы ходите к другому человеку, потому что муж не поймет. Ну, в общем, можно понять, почему вам не хочется быть привлекательной для такого мужа. Алена приготовила изысканный ужин и с нетерпением ждала Василия, надев платье, которое так нравилось мужу. Ну, иди быстро в душ и за стол. Все уже готово. А что готово-то? У меня там сосед с машиной попросил повозиться. Ты же знаешь, я тебе говорю. Вась, ну, может, ты на завтра все принесешь, а? А сейчас только мы вдвоем. Я обещал человеку посмотреть его машину. Я вообще заскочил на секунду только найти свои инструменты. Кстати, ты не знаешь, где инструменты? А, вот они. Все, я пошел. Кстати, я буду очень поздно, так что ты ложись, меня не жди. Ладно? Все, пока. Все, с меня хватит. Миша, это я. Привет. Ты можешь прийти прямо сейчас? Ну, да, прямо сейчас. Хорошо? Я тебя жду. Алена прожила с Василием пять лет и всегда считала, что они с мужем самая дружная семейная пара. Но все ее представления о счастливом браке рухнули в одночасье. Алена случайно услышала разговор Василия с давним другом их семьи Михаилом. Он поделился с ним интимными подробностями их семейной жизни, сетуя на то, что Алена никогда не устраивала его как женщина. Не поговорив с мужем, Алена высказывает свою обиду Михаилу. Он напоминает Алене об их встречах до ее замужества и уверяет, что до сих пор считает ее самой чувственной и желанной женщиной. Алена пытается доказать это своему мужу, но тщетно. Алена и сама толком не понимала, зачем она позвала Михаила. Алена была уверена, что только обида на мужа заставила ее совершить необдуманный поступок. У вас там дверь открыта. Я бы сейчас что-нибудь пожевал. Ты мне тут такого наговорил, что год надо жевать не переживешь. Ты мне все сказал, или про запас что-нибудь оставил? Оставил. Давай, говори теперь. Выкладывай все. Знаешь, там в армии я, можно сказать, молился на тебя. Я благодарил тебя за все. За то, что дышу. За то, что могу вставать по утрам. Я думал о тебе почти каждую ночь. Писал тебе письма. Каждый день писал. Но от тебя не получил ни одного ответа. А теперь все? Я думаю, не имеет смысла дальше говорить. Хорошо. Тогда послушай меня ты. После того, что ты мне тут наговорил, ты не можешь оставаться другом нашей семьи. И не смей больше приходить к нам в дом. Почему? Хотя бы потому, что моя лучшая подруга твоя любовница. Хорошо я. Я сегодня же ее оставлю. Да ты с ума сошел. Только ты не должна меня отталкивать. Ладно, ладно. Хорошо. Но сейчас уходи. Уходи, слышишь? Слова Михаила бередили сердце Алены. Но она по-прежнему была уверена, что все это ей должен был говорить муж. Здесь фотография о море. А вот это вот. Это бассейн в отеле. На следующий день Алена встретилась с Татьяной в кафе. Зная, что Татьяна и Василий друзья, она надеялась, может быть, Татьяна ответит ей на вопрос, что Василий не устраивает Валене. Скажи, а ты считаешь моего мужа остроумным? Ну, как сказать. Он простой, без всяких штучек и заморочек. Он прямой, надежный. Как дух. Знаешь, мне кажется, что я иногда бываю слишком сложноватой для своего мужа. Я его все время чем-то раздражаю, не пойму чем. Скажи, у тебя с чем не было с Васей разговора обо мне? Ну, как-нибудь, как о женщине. Да он просто обожает тебя. Всегда говорит, моя девочка. Скажи, ну, может быть, ты меня просто жалеешь и не хочешь говорить им? Да ничего не говорю. Алена, брось. Но если ты хочешь, я как-нибудь постараюсь у него выяснить. Ну, к примеру, завтра. Поговори. Скажи, а вот Михаил, он такой же прямой и надежный, как дух? Как бы тебе сказать, Михаил чересчур сложный. Иногда это просто бесит. Я не понимаю, почему же ты тогда с него, а не с кем-то другим. Он импозантный. Его не стыдно на люди вывести. И ты знаешь, такими мужиками не разбрасываются. Ой, вот этот он не собрает. Алена поняла, что Татьяна не любит Михаила. И это ее обрадовало. На следующий день Алена вернулась домой чуть раньше. Она была уверена, что Татьяна говорит с Василием о ней. Держи. Давай на бурдершафток. У кого это такие губки сладкие, да пухлые, как клубничка? У меня. А они такие же вкусные? Не знаю, не пробовала. Чем вы тут занимаетесь? Ты знаешь, я вот тут решила проверить, есть ли у нашего Вася какие-либо чувства. Либо он только гора с телевизор смотреть, да пиво бить. И как, проверила? Не успела, ты слишком рано пришла. Аленка, а ты что не на работе? Черт, сериал какой-то, а не жизнь, а? Аленка, ты только не думай, что у нас тут, чтобы просто играть с Танюхой выйти. Фанты. И она проиграла, вот и все, больше ничего не было. Алена поняла, что сама виновата в произошедшем. Ведь именно Алена попросила Татьяну поговорить с мужем. Ну ладно, вы тогда продолжайте этот свой сериал. А я на самом деле только на минуту. Мне прайс-листы нужно забрать и на работу возвращаться. Ну, счастливо оставаться. Какая, оказывается, сложная жизнь. До сих пор я как будто в кукольном мире жила. Где все дружат и доверяют друг другу. А каким стал мир для вас сейчас? Теперь все изменилось. Знаете, позавчера я шла домой и подвернула ногу. Алло. Вася, а ты не мог бы мне сейчас помочь? Ты мне очень нужен. Нет, я сейчас не могу. Я очень занят. У меня срочный вызов. Я на работе. Все, извини, пока. Я до сих пор так хотела семью сохранить. А теперь думаю, а стоит ли это делать? Оказывается, человек, которого я считала своим другом, любил меня. А мужа я не устраиваю как женщина. Алена, а что для вас из этого всего следует? Я не знаю. С Мишей все было по-другому. Когда мы были вместе, я все время смеялась. Даже не знаю почему, но все время хотела смеяться. А почему же вы тогда его не дождались? Испугалась, наверное. За два года человек сильно меняется, не хотелось разочаровываться. Ну что ж, очень логично. Вы обижаетесь на Михаила за то, что сами когда-то испугались. Так? Да нет, ну что вы. С Михаилом все было давно и неправда. И думаю, что не стоит об этом думать. Мне кажется, правильнее все-таки было бы сохранить семью. Знаете, Алена, я что-то совсем запуталась. То вы говорите, что семью сохранять не нужно, то вы говорите, что правильнее ее сохранить. Может, вы все-таки сначала разберетесь, что для вас такое семья? Зачем она вам нужна? А потом уже можно будет думать, и с кем должна быть эта семья. Теперь Алена поняла, точку в отношениях с Михаилом ставить рано. Она хотела доказать мужу, что по-прежнему желанно. Вася, у меня к тебе есть серьезный разговор. Дома? Нет, дома разговора не получится. Давай лучше в семь в том ресторане, где у нас была свадьба. Хорошо? Я тебя буду ждать. Пока. Алена и Василий счастливо прожили пять лет. Но неожиданно Алена услышала разговор Василия с другом семьи Михаилом. Она узнает, что никогда не устраивала мужа как женщина. В порыве злости она высказывает свою обиду Михаилу, с которым встречалась до замужества. Он уверяет ее, что она самая чувственная и желанная женщина. Алена пытается сохранить семью, но застает Василия со своей подругой. Теперь Алене кажется, что единственный человек, который ее по-настоящему любит, это Михаил. Алена сделала все, чтобы в этот вечер быть неотразимой. Вот объясни мне, что ты добиваешься? Что ты сейчас мне здесь устроила? Зачем ты его выставила перед всем рестораном полным идиотом? Почему, дорогой, что я такого сделала? Да весь ресторан на тебя только и пялился. А я должен, как китайский болванчик, сидеть и говорить, да, пожалуйста, да, пожалуйста, я не возражаю. Можете пригласить мою жену потанцевать. Можете везти ее куда хотите. Вы не хотите потанцевать с моей женой? Нет? Да, но разве тебе было неприятно, что твоя жена пользовалась таким успехом у мужчин? А все слюной исходили. А я должен сидеть и смотреть за этим, да? Очень приятно. Учти, больше у тебя никаких ресторанов не будет. Дома у тебя будет ресторан, ясно? Послушай, дорогой, я вот все думаю, зачем же ты живешь со мной, если я тебя не устраиваю? Не в постели, где, как ты говоришь, полежка. А-а-а, ты услышала те мои слова. А-а-а, а я все думаю, что ты хочешь, что на что ты нарываешься, тебе правду хочется услышать, да? Ну, слушай правду. Как жена, ты меня абсолютно устраиваешь. Мне нравится все, что ты делаешь дома, мне это абсолютно устраивает. Но вот в постели я тебя никогда не хотел. Тогда еще один вопрос. Только честно, если можно, ладно? А женился ты на меня тогда зачем? А мы парень с мужиками закручили, что если ты переспишь со мной в первый день нашей встречи? Не, что, ну как, потом я понял, что ты как можешь быть хорошей женой. Да ладно, ты не волнуйся, я тебя не собираюсь бросать. Что-то у тебя такие руки холодные. Ты замерзла, что ли? Все, поехали домой. Нет, мой дорогой, это я пойду домой, а ты можешь идти, куда захочешь. Но только уже без меня. Это был наш прощальный ужин. Дома Алена поняла, что ей отчаянно не хватает одного человека. Алло, Миша, это ты? Да, Алёна, это я. Я к тебе сейчас приду. Ты меня еще хочешь видеть? Я тебя очень хочу видеть. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду я тебя хочу видеть. Мишенька, подожди, я сейчас приду. Подождешь? Все, я иду. Ой, Боже мой, Мишка, ты меня напугала. Мишкиш? Нет. Мишка, проходи, это же друг семьи. Хотя, семьи больше нет. И друга, как я понимаю, тоже нет. А я не хочу быть больше другом твоей семьи. Я хочу быть твоей семьей и твоим другом. Да, но я же холодная, ты слышала от мужа? А я как раз пришел доказать тебе, что это не так. Как же это можно доказать? Ну, для начала я хотел бы, чтобы ты простил меня за все. За что ты хочешь попросить прощения? За то, что не смог отказаться от тебя. А за то, что оказался слабым. За то, что молчал столько лет. Боялся, что выдам себя, и ты меня прогонишь. Так и произошло. Прости меня за то, что я раньше этого не сделал. Все происходит не раньше и не позже, чем надо. Прости меня. Тебя-то за что? Прости меня за то, что я испугалась своей любви. Я только сейчас поняла, как сильно я тебя любила. Любила? А сейчас я люблю тебя еще сильнее. Вам кажется, что обида – это очень мучительное чувство? А мне кажется, что очень удобно. Вот, например, Алена из нашей истории. Она умудрялась обижаться на всех и каждого. На мужа, на Михаила, на подругу Татьяну. Не нравилось Алене то, как устроена ее жизнь? Казалось бы, чего проще? Посмотри на то, что происходит, и скажи себе честно. Это я, Михаила, не дождалась. Замуж вышла за того, кто на самом-то деле не очень мне и нравится. Подругу в свою жизнь пустила и позволила ей в этой жизни быть хозяйкой. Но ведь, если Алена все это скажет себе честно, то ей самой и придется все это менять, усилия прилагать. Намного удобнее обидеться, отвернуться ото всех. Дескать, это вы меня обидели, довели до такого состояния. Вот теперь сами все и расхлебывайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!